В своих исследованиях есть ли у вас такая прогнозная часть моделирования ситуации? Да, мы это моделируем. Мы создали индекс геополитических плюсов и минусов от перехода к возобновляемой энергии. Я думаю, его тоже можно будет разместить на сайте, если кому-то интересно посмотреть на этот индекс. То есть, действительно, это очень важный вопрос, насколько страны смотрят в будущее, насколько далеко они смотрят. И ответ такой, что во многих странах ситуация складывается по-разному. Все же в большинстве стран сегодняшний день по-прежнему именно стратегическое видение будущего заложено примерно на 5-10 лет. И этого недостаточно для того, чтобы видеть долгосрочные эффекты изменения, например, климата. Одной из сфер, где видно, допустим, как, опять же, возвращаясь в Центральной Азии, где принимаются важные меры, это то, что, развивая зеленую энергию, по сути, страны диверсифицируют свою экономику. И здесь это тоже важный вопрос. Если вы помните, вы тоже говорили про углину промышленность в Казахстане. И многие страны по-прежнему зависят от нее. Но уже можно сейчас говорить, что будущие инвестиции в эту отрасль будут ограничены. Допустим, в ряде стран уже видно, что полностью отказываются от использования, допустим, угля в своей деятельности. Если, допустим, говорить про Норвегию, то с 2015 года норвежский суверенный фонд полностью вышел из всех проектов, которые связаны с угольной промышленностью. И это тоже тенденция сейчас наблюдается в Великобритании, где полностью закрыли все угольные шахты. То есть это говорит о том, что все те резервы традиционной энергии, которые были раньше, которые виделись в качестве будущего капитала, то есть в качестве будущих активов, они потеряют свою ценность. Потому что если будет принят запрет, например, на использование угля, потому что там очень большое количество выбросов парниковых газов, соответственно, может быть введен налог в будущем. То есть уже эту тему обсуждает введение пограничного углеродного налога в Европейском Союзе. Это значит, что те страны, которые торгуют с Европейским Союзом, должны будут платить высокий налог, если они используют в производстве своих товаров большое количество выбросов углекислого газа. Соответственно, очень важно сейчас, скажем так, важно вдвойне таким странам, как Казахстан, развивать и дезинфицировать свою экономику, чтобы избежать именно этих финансовых рисков от того, что будет падать спрос, например, на импорт, допустим, казахстанской нефти или, допустим, природного газа. Поэтому эти очень важные моменты, то есть именно социальные, экономические риски важно учитывать в этом моделировании. А что касается непосредственно климатического моделирования, то опять-таки эта работа по-прежнему ведется этой группой международных экспертов, которые под гидой ООН развивают это моделирование. И в одном из своих последних отчетов они показали, какие будут последствия для всего мира, если температура вырастет на полтора градуса, если она вырастет на два градуса, на три. И в каждом случае, естественно, количество стихийных бедствий, оно растет. Соответственно, тоже растет количество возможных жертв. Тоже рыночная, скажем так, цена и вообще экономическая цена этих изменений тоже будет являться крайне большой. Поэтому на сегодняшний день, да, очень важно, чтобы изменения происходили на всех уровнях. Еще последний пример приведу, то, что, допустим, центробанки со всего мира все больше и больше смотрят на то, как при финансировании, например, новых проектов инвестиционных, насколько эти новые проекты, они стрессоустойчивы к рискам от изменения климата. То есть этот тренд запустили в Великобритании, британский центробанк, да, стал одним из первых. Но и сейчас этому примеру тоже многие как следуют. То есть когда мы говорим о крупномасштабных проектах экономических, уже сейчас идет оценка возможных рисков, да, финансовых, экономических, социальных, от того, что насколько этот проект, скажем так, состоятельный, насколько он устойчив в долгосрочной перспективе, да. Редактор субтитров А.Семкин